990-й день войны. Администрация Байдена наконец-то начала делать шаги, которые давно назрели и долго откладывались. Американским оборонным подрядчикам разрешили работать в Украине. Это означает, они не смогут на месте ремонтировать технику и оборудование. Ранее этого не было сделано из-за опасений эскалации. Стали известны подробности первых разговоров Дональда Трампа с мировыми лидерами. Во время звонка с Зеленским новоизбранный американский президент подключил к общению Илона Маска. Как пишут источники, Зеленский итогом разговора был доволен. В Курской области новый большой накат российской армии на украинские позиции закончился ничем, кроме потери большого количества техники. Зет-каналы полдня рассказывали про невероятные успехи, но потом сникли и стали писать, что никаких изменений добиться на линии фронта не удалось. Российские солдаты продолжают записывать обращения, в которых отказываются идти в наступление. А некоторые сообщают о том, что дезертировали. Количество этих обращений растет, потому что российское наступление пока продолжается. Об этом и многом другом в свежей сводке. Поддержать его можете лайком, комментарием и подпиской на канал. Особенно важны подписки, для Ютуба это очень важный показатель, поэтому если у вас есть такая возможность, это не сильно вас затруднит, пожалуйста, нажмите эту кнопку. Ну а также спасибо всем, кто уже подписан, ставит лайки и пишет комментарии. Также поддержать канал можно финансово на сервисе Patreon, ссылка на него в описании. Это рекуррентные платежи, где вы выбираете уровень подписки, в зависимости от него получаете бонусы, например, доступ к чату, где мы с патронами обсуждаем всякие важные штуки и не очень важные. А также, например, там ваше имя в конце видео или ваш ник или какое-либо ваше послание. Также можно купить MVPN. Это продукт, который я делаю вместе со своей технической командой. Мы обходим любые блокировки, замедление Ютуба, Дискорд и блокировки в других странах тоже. Это действительно продукт, который, мне кажется, у нас очень классно получился. И, собственно, поэтому это отличный повод его купить. Тем самым вы поддержите канал. В том числе оплата есть и с российских карт, и с зарубежных. И у нас очень отзывчивая поддержка. Вчера был смешной случай. Мне в Инстаграме написал человек, типа, а вот купил, ничего не работает. Как же так? И буквально через 10 минут написал, ой, извините, все мне ответили, мы все сделали. MVPN отличный, спасибо вам большое. Вот. Поэтому MVPN, ссылки в описании, поддержите канал таким образом и получите отличный продукт, который действительно, с которым русском назор ничего не может сделать. Но мы переходим к тому, что произошло за минувшие сутки. Администрация Байдена напоследок, на удивление, немного все же взялась за ум. Как пишет Рейтер, администрация президента Джузефа Байдена разрешила американским оборонным подрядчикам работать в Украине и ремонтировать оружие и оборудование, поставляемое Пентагоном. Агентство утверждает, что это значительный сдвиг в политике, направленный на оказание помощи Киеву в борьбе с Россией. При этом источники Рейтера уточняют, что количество подрядчиков будет небольшим, и они будут находиться далеко от линии фронта. Они не будут участвовать в боевых действиях. До этого Киеву приходилось вывозить предоставляемое США оружие из Украины для проведения капитального ремонта. Напомню, разрешение американским подрядчикам работать в Украине было одной из необходимых мер, которые откладывались из-за опасений так называемой эскалации. Ну что же, это тот случай, когда лучше поздно, чем никогда, поскольку поврежденную американскую технику теперь будут быстрее возвращать к боевой готовности, а значит мы увидим, как она будет эффективно бороться против наступающей оккупационной армии. Поэтому поздновато, но спасибо, что все-таки это сделали, потому что это прям, помните, была большая-большая дискуссия, что вот нельзя посылать там, значит, никого в Украину и так далее. И как-то вот сама собой она бац и быстренько свернулась, и решение было принято. Того и глядя разрешат наносить удары дальнобойными ракетами, западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. Что касается будущей администрации, которая будет при Трампе, стали известны подробности его разговора с Зеленским. Во-первых, основатель компании Тесла Илон Маск присутствовал во время телефонного разговора, победившего на выборах президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Эксио со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, разговор между Трампом и Зеленским длился около 25 минут. Зеленский поздравил Трампа с победой, после чего тот заявил, что будет поддерживать Украину, однако не стал вдаваться в подробности. Источники заявили, что, по мнению Зеленского, разговор прошел хорошо, и он не усилил беспокойство украинского президента по поводу победы Трампа. Маск в ходе разговора заявил, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Старлинк. Изданию не удалось получить комментарий миллиардера. Как отмечает Эксио, с участием Маска в разговоре подчеркивает, насколько влиятельным он может стать во второй администрации Трампа. Также еще появилось несколько подробностей разговора Макрона с Трампом. Об этом пишет Wall Street Journal. Макрон потребовал от Трампа гарантий, что дипломатия с Россией приведет к реальным уступкам со стороны Кремля. Издание сообщило некоторые подробности 25-минутного разговора президента Франции и избранного президента США. По информации источника, им. Макрон прям потребовал, что гарантирует, что любая дипломатия с Россией, любая по Украине приведет к реальным уступкам со стороны Кремля. В то же время, по информации источников, Дональд Трамп не брал на себя никаких обязательств по Украине в телефонных разговорах, в основном слушая и задавая вопросы. Можно ли из этого сделать вывод, что все будет хорошо и классно? Нет. Можно ли из этого сделать вывод, что все будет плохо и ужасно? Нет. Как я и говорил, Трамп это гэмблинг и, собственно, сейчас шарик крутится. И есть очень много параметров, от которых зависит, куда он упадет, и параметры эти учесть невозможно. Мне вообще не нравится, что многие люди воспринимают сильные мнения, как какие-то прогнозы или что-то, потому что, ну слушай, невозможно такое спрогнозировать. Вообще мы знаем, что Трамп это довольно такой хаотичный персонаж, который, ну, от настроения которого зависит, какие решения он будет принимать. Но, важное но, пока мы не видим никаких либо заявлений, никаких либо сообщений от источников по планам Трампа или по его разговорам, что ситуация идет к худшему сценарию. Как выглядит худший сценарий для меня, например? Худший сценарий для меня выглядит, как худший сценарий для Украины, что Дональд Трамп договаривается с Владимиром Путиным на то, что будут выполнены все запросы Владимира Путина. Ну, то есть, четыре области Украины. Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая. Значит, Дональд Трамп обещает их Владимиру Путину. Значит, не вступление в НАТО, а также запрет на любые договоренности с западными странами по оборонному сотрудничеству и сокращение украинской армии. Это была бы катастрофа, это была бы капитуляция. Если, скажем так, если в итоге это будет финальное предложение, то это будет довольно чудовищно. Насколько это возможно сказать, сложно, потому что я не представляю, что даже если это предложение появится на столе, то Зеленский на него согласится. Потому что отдавать, например, Херсон и Запорожье в условиях, что у России нет шансов захватить их в ближайшие, не знаю, как минимум года, как максимум 10, это было бы чистой воды безумие. Поэтому, собственно, в этом сценарии возможно, что Америка просто максимально сократит свою поддержку или даже прекратит ее полностью. Если, соответственно, Дональд Трамп решит полностью условия Владимира Путина принять. Если же нет, есть развилки. Ну, есть развилки там, где Путин готов, значит, поступиться. И есть развилки, где Путин вообще ничем не готов поступаться. И тогда Дональд Трамп, обижаясь на Путина, а он так любит, наоборот, увеличивает поддержку Украины. Но все это смесь копиума и страхов, смесь паники и надежды. Поэтому мне кажется, что серьезно анализировать на данный момент это невозможно. То есть можно говорить про сценарии, я про них рассказывал в отдельном видео, но говорить про то, какой из них будет воплощен в жизнь, мне кажется, сейчас является исключительно, ну, не шарлатанством, да, а скорее выражение надежд людей или опасений людей. Но на этой ноте давайте перейдем к тому, что есть реально уже сейчас, а именно фронт. Начнем с Курской области. Новое российское наступление в Курской области идет, собственно, как и все предыдущие, фу-фу-фу-фу, без особо существенных продвижений по, по крайней мере, на большинстве участков фронта. Вот что пишет украинский военный, автор телеграм-канала Офицер. За последние двое суток наступления противника в Курской области россияне не добились весомых успехов. Например, в районе Обуховки эти успехи измеряются одной посадкой. Но все равно где-то даже такие продвижения имеют тактическое значение на местности. Поэтому не все идеально, но техники россиян нормально так набрали. Относительно корейцев, по словам ребят, пока больше разговоров о них, чем реального применения. Тут время ответить, что северокорейская тушенка, кстати, собачатина, о которой мы говорили с вами вчера, где я рассказывал в предыдущей сводке про появляющееся видео, где мы с вами предположили, что это может быть какой-то затянувшийся псиоп, все больше похоже на чей-то троллинг или сознательную дезинформацию. Об этом пишет в том числе про российский канал «Китайская угроза». Вот что там указано. Фейк. Якобы северокорейская тушенка из собачьего мяса, которую отправил дорогой товарищ Ким нашим солдатам. Но в Северной Корее собачательно называют не так, как ее называют в Южной Корее. Слово «консервы» также по-разному пишется на севере и юге на банке «Южное написание». Некоторые фразы вообще не имеют смысла. Скорее всего, использовали Google Translate. Этикетка, вероятно, самодельная, а само видео дело рукцы-псо, пишет канал. И опять же, здесь я уже вынужден оговориться, если вчера я говорил, что это скорее всего может быть каким-то троллингом и вообще это выглядит странно, то здесь я должен оговориться. Что называется, если этот канал говорит, что сапсоид троллинг, то повод задуматься. Есть ли у нас однозначное доверие? Скорее нет. В целом, это вообще десятое дело. Ну, типа, хоть консервы из собачательных, хоть из мертвых младенцев. Мне кажется, никаким образом это не дискредитирует или не улучшит российскую оккупационную армию, потому что она уже российская оккупационная армия. Ну, просто такая маленькая, не знаю, маленькая дискуссия внутри дискуссии, которая вдруг пошла. Но вернемся к фронту. Что касается российского взгляда на этот самый очередной накат в Курской области, он довольно большой, насколько можно представить. Сначала зетники традиционно писали, что идут вперед, все разрезают, все перерезают, выдавливают врага и так далее. Вот, например, Юрий Подоляк писал. Появилось подтверждение о прорыве наших частей с севера через погребки на юг. Причем все сегодня развивается стремительнее, как и месяцем ранее. Колонна 810-й бригады на броне не встречает далее сопротивления противника, который не ожидал такого рывка, само собой. Украинцы же стоят в Курской области, на них все время накаты делаются, они не ожидают, что эти накаты будут продолжаться. Движутся на юг, возвращаемся к Подоляке, со скоростью БТРа. По состоянию на сейчас они уже прошли старые сорочины. С учетом того, что они при этом обходят Малую Локню с запада, их цель, вероятно, южнее. Если сопоставить это с попытками наших частей занять обратно всю Ново-Ивановку, за которой далее находится Викторовка, понять замысел нетрудно. Наше командование вновь пытается отрезать все части противника, которые находятся с севернее трассы Зеленый Шлях, Малая Локня. Плюс еще идет атака в районе Дарина. Это писал Юрий Подоляков, рисовал там стрелочки какие-то и все прочее. Однако уже чуть позже Зетканалы свернули победные реляции и перешли к более спокойному описанию происходящего. Вот что написал Зетканал Варгонза. В Курской области продолжаются преимущественно встречные бои на нескольких участках фронта. Каких-либо серьезных изменений в ЛБС не фиксируется. Два майора тем временем, похоже, пытаются, что называется, сделать хорошую мину при плохой игре. В Курской области, несмотря на сообщения вражеских источников об активизации ВС России, это, видимо, подоляков вражеский источник, значимых изменений ЛБС не отмечается. По всей вероятности, наши войска провоцировали ВСУ на ответные встречные действия и продолжили тактику выжигания резервов противника, которые он вынужден ежесуточно противопоставлять нашим войскам во избежание дальнейшего обвала его обороны в занятых позициях в регионе. При этом ранее занятые опорные пункты противник вынужден удерживать, в том числе за счет элитных подразделений спецназа, используемых в качестве пехоты. В целом, ничего нового. Еще в Первую мировую придумали, что если фронт никуда не двигается, несмотря на потуги наступать, надо рассказывать населению о том, сколько сил противника перемололи. Тем более, чтобы проверить это для обывателя невозможно. Когда аналитики почитают настоящие потери в регионе, думаю, мы снова увидим, что, по крайней мере, в технике российские потери снова значительно превышают украинские, потому что, очень по простой причине, Россия наступает. Ну, как бы, если вы наступаете, вы теряете больше. Единственное исключение было несколько направлений во время украинского контрнаступления, как его называли, хотя оно было наступлением в 23-м году. Там, на удивление, потери один к одному часто были. Но, в целом, почти всегда потери наступающей стороны сильно больше. Более того, по сообщениям украинских военных, это так. И это так мы видели с 10 октября до сегодня уже 9 ноября. Мы видели, что накаты российские заканчивались тем, что россияне теряли в два, то в три раза больше техники, чем украинская сторона. Тем не менее, по крайней мере, одно свидетельство про движение вооруженных сил Российской Федерации в Курской области все-таки появилось. Дип-стейт приводит кадры российской колонны, движущейся на юг в районе погребков. Канал Дмитра Синдгорбуз геаллоцирует видео в районе Орловки, но справедливо отмечает, что судьба десанта, как и самой техники, неизвестна. Офицер, кстати, утверждает, что только в районе погребков, как раз вот, видимо, эта колонна, в СРФ потеряли до 10 единиц техники. Собственно, видимо, об этой колонне, ее баснословных успехах и писал Юрий Подоляко. Но даже Подоляко, видимо, наученный уже горьким опытом предыдущих российских попыток в наступление в Курской области, когда он рассказывал, что тоже уже там и на воевановку взяли, и зеленый шлях, и все на свете, осторожно добавляй к своему посту. Пока неясно, оставляют ли наши штурмовики за собой части закрепления или нет. Вечер покажет. Держим кулаки и молимся за парней. Но вечер показал. Судя по всему, накат успехов не закончился. Между тем, российские власти нашли способ помочь жителям Курской области, которые продолжают протестовать и строчить обращения о том, что их кинули с жильем. Новогоднюю фотосессию для жителей Курской области, потерявших свои дома, призвала устроить депутат Госдумы. Депутат от Курской области Екатерина Харченко опубликовала обращение к фотографам и фотостудиям в своем телеграм-канале. Давайте вместе подарим новогоднее чудо семьям нашим земляков из Суджанского, Кореневского, Рыльского, Глушковского и других районов, которые потеряли свои родные дома. Что называется, хочется спросить. А вот в Глушковском районе потеряли они свои дома из-за кого? А? 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 Кто их лобал, эти дома? Кто там все уничтожал? Ну да ладно. В общем, вот такой подарок ждет. Не жилищные сертификаты, которых они требуют, не какая-то помощь и тем более не окончание войны, которая бы позволила убрать любых украинских военных с территории Курской области и убрать, что более опасно для Курской области, российских бомберов, которые продолжают скидывать трехтонные фабы на жители, на города и населенные пункты, собственно, Курской области. В целом, напомню, в августе жители Курской области вместо своевременной эвакуации от властей получили сертификаты и бонусы спасибо на еду и одежду от российских маркетплейсов. Ну, теперь вот, пофотографируется, может быть. Теперь Курахово. Одна из самых тяжелых точек сейчас на линии фронта. Она там остается очень напряженная ситуация, в частности, на северном фланге выступа с центром в этом городе. Офицер сообщает, россиянам удалось закрепиться в Сонцевке к северу от Курахово. Противнику удалось вклиниться в нашу оборону, поэтому на восточных окраинах населенного пункта фактически серая зона. Нужно на это реагировать и принимать меры, пока не поздно. Напомню, еще вчера его коллега Станислав Бунятов писал, что россиян из Сонцевки удалось выбить. Если в СРФ удастся продвинуться дальше Сонцевки, то под угрозой окружения окажется линия снабжения Курахово с северо-запада. И, честно говоря, о том, почему же в СРФ, по крайней мере, на отдельных направлениях, все же продвигаются вперед. Так вот, помимо местных штурмов и превосходства в авиации и артиллерии, роль играет еще и химическое оружие, о чем нам напоминает генштаб ВСУ. По данным украинского командования, российская армия применяет такие боеприпасы, как К-51 и РГВО, снаряженные опасными химическими веществами, которые используются для борьбы с беспорядками и запрещены как средства ведения войны. Да, ну то есть есть такая специфика у химического вооружения, по крайней мере, это то, что Захао считает химическим вооружением. То есть оно не является по-настоящему химическим оружием, типа вот прям, ну там, я не знаю, не какой-нибудь белый фосфор. Но оно входит в перечень и запрещено для боевых действий. Вы скажете, Майкл, ну как же они разгоняют ими протесты, а в боевых действиях нельзя? Да, ровно так все и обстоит. Также военные фиксируют значительную часть боеприпасов с опасными химическими соединениями неустановленного типа. За октябрь 2024 года подразделение радиационной, химической, биологической разведки сил поддержки вооруженных сил Украины зафиксировано 323 таких случая, сообщает штаб. Вообще это работает так. Граната чаще всего со взлетночевым газом сбрасывается в блиндаж, где находятся украинские военные. Если у тех нет средств защиты, то они вынуждены будут спешно выбираться из блиндажа, где их уже поджидают российские дроны со сбросами. Тактика эффективная, поэтому россияне плевали на то, что она запрещена международными конвенциями, участником которых является Россия по запрету химического оружия, или как они там называются. Причем настолько наплевать, что применение гранат РГВО показывал военкор Андрей Филатов, буквально в эфире пропагандистка Rush Today. То есть он такой, да-да, мы херачим. И это явка с повинной фактически. Тем временем в районе Северского выступа российские успехи остаются мнимыми. Одна из местных бригад в СРФ даже выложила ролик, чтобы убедить общественность, что ее бойцы идут вперед и поражают противника. Это такой своеобразный антикриз на фоне самоубийственной атаки на Белогоровку, о которой совсем недавно отрубило ЗД-сообщество и про которое мы с вами сегодня поговорим в отдельном видео. При этом с этим роликом пиарщики бригады довольно сильно сели в лужу, а на чистую воду их вывели свои же из ЗД-канала Нерыбарь. Это, кстати, странный канал, я пока его не до конца понимаю. Это канал, который постоянно репостит Рыбарь, но он называется Нерыбарь. Типа, в чем смысл? Понятно, не до конца. Тем временем в районе выемки продолжает твориться кое-что нехорошее. Якобы взято еще к 1 сентября, пишется в посте, населенный пункт в начале ноября пытался атаковать очередная бронегруппа в СРФ. Как к величайшему сожалению, слишком часто происходят на северском направлении с очевидным исходом. Говорят они все про ту же ситуацию. Кадры печальные, показывать их мы, конечно, не будем. И уже сегодня появились кадры из окрестностей выемки с сопроводительным текстом вполне однозначного характера. Посыл примерно такой. Плохой украинец выложил архив, а все повелись. А на кадрах удары по позициям украинцев к югу от выемки. Правда. И по развалинам остановочного пункта выемка тоже. И по лесополосам у ЖД полотна. И по маленькому овражку, в котором стоят или стояла та самая стугна, которая била по броне на кадрах украинцев у заказника Змейный Яр. В итоге, пока гойдозависимые на основе обстрелов РЗО в СРФ по территории выемки в интернете берут поселок под контроль, российские войска с тяжелыми боями штурмуют позиции противника значительно южнее, пишут они, разоблачая этот антикриз от данной бригады. Теперь обратимся к Херсонскому направлению. Там Затканал Позывной Осетин в очередной раз напоминает нам, что это направление все еще существует. Там сейчас идут бои на островах на Днепре, и в российских военных там специфические проблемы, которые никто особо не думает решать. Вновь хочу написать про лодки. За последнюю неделю ко мне обратилось пять подразделений с просьбой приобрести лодку, лодки для работы на Днепре. К сожалению, я помочь ребятам не могу, ибо нормальная лодка с нормальным мотором будет стоить очень дорого. Проблема как не решалась, так и не решается. Если некоторые подразделения хотя бы катают на острова на катерах, то есть и такие, которые добираются на обычных лодках, гребя веслами. Зачем подобаться украинским ТРОшникам и быть такими же, как они? Почему до сих пор нет никакого решения с лодками? Я уверен, если взять те же сто лодок с нормальными моторами за полтора миллиона за каждую, то можно хоть куда плавать и решать любые задачи, но почему-то никто об этом не думает. Это не паника, не истерика. На островах у нас и так все в порядке, и гораздо плачевнее ситуация у украинцев. Хоть сколько смейтесь, но украинцы прикуривают неслабо, пишет Осетин, понимая, что копиум его уже давно никто не выкупает. Просто я задаюсь вопросом, продолжает он, почему не решить эту проблему, которая очень легко решается. Как на самом деле у украинцев с лодками на Днепре, я не знаю. Зато с дронами ситуация продолжает улучшаться. 12-я бригада Нацгвардии Азов объявила о расширении своей роты ударных беспилотников до батальона и открыла набор бойцов. Вообще, это не первая бригада, которая получила целый батальон беспилотных систем. У россиян ничего подобного нет ни на бригадном уровне, ни выше. А во многих частях, как мы знаем, операторы БПЛА и вовсе находятся формально на других должностях, к примеру, снайперов, что позволяет командирам бросать их в местные штурмы. Привет злому пузику. Как работают украинские дрон-батальоны показывают батальон ударных беспилотных авиационных комплексов Акиллес. Пилотам этого подразделения удалось поразить с помощью FPV-дронов с тепловизорами сразу две российских тяжелые огнеметные системы ТОС. Вообще, это довольно грозное оружие, которое бьет по довольно большой площади с ромобарическими боеприпасами. Его главный недостаток — максимальная дальность огня в 10 километров, что заставляет машины постоянно находиться у линий фронта, где они часто становятся мишенью для украинских дроноводов. И вот еще довольно курьезное видео, где дроноводы из отряда «Гострые картузы» — наконец-то говорю я, видимо, это правильно — демонстрируют, как российские солдаты не только своих бросают, но и наводят на них украинские дроны. «Никогда такого не было, и вот опять, — пишут они, — россиянин, — выдает укрытие своих товарищей, которые бросили его раненого. Трое орков прячутся под деревом от дрона. Услышав неладное, один убегает. Сразу летит боеприпас из дрона и легко ранит второго бегущего за первым солдата. Оба прячутся в погребе. Под деревом остается третий. Ему досталось больше всего. Перебиты ноги и мощное кровотечение. Услышав снова дрон, над собой он начинает умолять его не трогать, показывая, что он уже навоевался и явно больше не хочет идти на Киев. Думая, что этих доводов мало, он решает показать дорогу, где его русские, которые его бросили. «Мы знаем, где они, и без его подсказок», — пишут они. Вот такая, на самом деле, русская духовность, скрепы и братства. История завершилась хэппи-эндом, этого россияне больше не атаковали. Он сам истек кровью, а те двое сейчас ждут и впивишку. И здесь мы переходим с вами к потерям в целом. Российских военных продолжают переводить штурмовые отряды, и, похоже, все они хорошо понимают, что это равносильно смертному приговору. Военнослужащий Яковлев Василий Борисович, который находится на Бахмутском направлении, считает, что с ним это сделали за попытку поднять популярную в сообществе тему мигрантов, которых там ненавидят, иногда, кажется, сильнее, чем украинцы. Вот что он рассказывает. Меня переводят в штурмовую часть 14.42 за обращение к президенту насчет уклонения от мобилизации диаспор армянской, азербайджанской, киргизской, грузинской, азиатской. Ну, переводят на смерть, там редко кто выживает. Я воин. Пришел сюда воевать. Я, конечно, подчиняюсь приказу. Ставлю в курс всех, кто меня знает, жителей России, о том, как отреагировала администрация президента и Кремль на мои справедливые вопросы. К счастью, не все военнослужащие российской армии считают себя воинами. Некоторые принимают правильные решения дезертировать. Двое полицейских угрозами заставили уроженца Крыма подписать контракт с Минобороны. Фиктивно женили его, чтобы получить деньги за его смерть. Он сбежал с войны. Я Жуков Сергей Николаевич с подразделения 14.42. Я не хотел этой войны, не хотел на нее идти. Меня просто заставили. 35-летний Сергей Жуков сейчас скрывается на чердаке в одной из деревень, рассказал он Астре. Меня ничему не обучали, я не хочу воевать. Я сложил оружие и просто убежал, сказал он. Жуков родился в городе Старый Крым. По его словам, родных у него нет, он сирота. Мужчина признался, что в прошлом был осужден за угоны и кражи. Свой срок он отбывал в АК-24 Волгоградской области и освободился в феврале 24. После выхода на свободу Жуков решил остаться в регионе, поселившись в городе Михайловка, где устроился работать разнорабочим на стройке. Астре подтвердило биографию Жукова по слитым базам. Контракт Жуков подписал в июне этого года. Он утверждает, что 2-3 июня пил пиво на лавочке, когда к нему подошли двое полицейских и задержали его. В отделе на Сергея начали давить, чтобы он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В противном случае оперативники угрожали найти у него наркотики и закрыть на 10-15 лет. Ты же сирота, у тебя никого нет, мы тебя похороним, а остальные деньги нам пойдут на нужды. Я, естественно, отказывался. Они начали бить меня по ребрам и спине, рассказал он Астре. Он помнит лишь, что одного из полицейских зовут Сергей, ему около 40 лет. На следующий день оперативники привезли Жукова в ЗАГС, где его ждала фиктивная жена, которая должна была получить деньги за его смерть. В паспорте, который Жуков прислал в редакцию, действительно стоит печать о заключении брака 4 июня 24 года. Супруга, 53-летняя Елена Подколзина. Астра дозвонилась до Подколзина, и та заявила, что в последний раз связывалась с мужем, в кавычках, якобы два месяца назад, а теперь он, по словам очевидцев, якобы пропал без вести. На вопрос о том, какое время они были вместе, до женитьбы Елена ответила не сразу. Подумав, она сказала, долго. При разговоре, женщина Елена смеялась и спрашивала, зачем ей задают эти вопросы. На вопрос о том, что она планирует делать дальше, Подколзина заявила, ждать. Может появится, может нет. При этом женщина подтвердила, что контракт Жуков подписывал под давлением. По ее словам, он подрался. Затем силовики предложили ему заключить контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Деньги, заработав в СРФ, у Жукова украли сразу же. Когда я подписал контракт, мне пришла выплата губернаторские или какие-то, я не знаю, 300 тысяч. С них я увидел только 1020, может и все, не больше. Остальные они все себе забрали, просто, утверждает мужчина. После побега Жуков остановился в некой деревне, сам не знает в какой, и теперь скрывается на чердаке. Я воевать еще раз говорю, не хочу. Да и не умею я даже это, просто идти на верную смерть, понимаете? Столько времени, блин, голодный, холодный, они даже и не кормят, отправляют на позиции. Никакой еды, вообще ничего нет. Хорошо, что дождик был, дождевой воды хоть попил. Вот, и я сирота, я не знаю просто, к кому даже обратиться, что мне вообще дальше делать. Примечательно, кстати, чтобы герои оказались в некой части 1442, которая, видимо, представляет собой своеобразный конвейер смерти, причем, похоже, довольно давно. Вот такая петиция размещена на Change.org еще в прошлом году. Уважаемый Владимир Владимирович, мы родственники военнослужащих военной части 953-83-1442 полк вынуждены обратиться к вам в связи с безвестной пропажей наших детей, братьев, супругов, отцов, участвующих в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Наши родственники не выходят на связь с июля 2023 года, с момента штурма опорных пунктов ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка. Сейчас все они считаются без вести пропавшими. Ни в одном из списков не значатся, нет никакой информации об их местонахождении и состоянии. На горячей линии Министерства обороны все бойцы значатся в строю. Наши усилия узнать что-либо о них самостоятельно оказались безуспешными, а командиры и начальники не всегда выходят с нами на связь. Мы устали обивать бесконечные пороги чиновников и получать лишь формальные ответы. А вот достаточно наглядное свидетельство о том, что происходит, когда российские солдаты получают ранения на передовой. Полупанов Александр Валерьевич проходит службу в 123-й бригаде «Шторм-Ви». Военнослужащий сообщил, что его группа, которая отправилась на штурм, погибла в полном составе от атаки дронов. Мой командир Тим, с которым я был на рации, приказал мне и еще пятерым пацанам идти на штурм. Руководил нашими передвижениями с дрона и вывел нас на открытую местность, где нас начало разъебывать с дронов. Первым умер турист. Потом я слышал крики о помощи мухи, кинжала. В рацию сказали, что надо просто окопаться под деревом и сидеть, не двигаться, ждать дальнейших указаний. Потом, когда я сидел под деревом, в рации я слышал то, что турист просит о помощи, просит, чтобы услинули одеяло, согрели его или эвакуировали. Но никакой эвакуации не было. На следующий день я по рации услышал то, что за мной, в моем направлении, идет зема и ус. Услышал взрывы, понял то, что по ним начинают насыпать дроны. Узнал то, что зему порвало осколками, усу посекло всю бочину. Александр с ранеными военнослужащими ждали эвакуацию две недели. Но никто не пришел. Александру пришлось оставить раненых товарищей, так как они долгое время находились на позициях без воды и еды. Мое командование Ким забил на нас, не отправил ни воды, ни еды. За эти две недели я не знаю, как я выжил. Военнослужащие сообщают, что он самостоятельно добрался до ближайшего населенного пункта. На данный момент его дальнейшая судьба неизвестна. Как мы знаем, судьба российских, а тем более донецко-луганских, раненых может быть самой, что ни на есть, незавидной. Мариупольского мобилизованного с осколками в легком и ноге из 1-й славянской бригады планирует отправить штурм, несмотря на то, что субмедэксперт признал его повреждения, причинившими тяжкий вред здоровью. Мама мобилизованного Игоря, имя изменено Ольга, имя тоже изменено, чьи личности подтверждены Астрой, рассказала Астре, что ее сына задержали в Мариуполе в августе 22-го года. В 22-м году он жил в Мариуполе с семьей. У него двое детей и жена. Но прописан он был у меня в ДНР. Сын шел с работы, его схватила комендатура, забрали. За сутки его одели обули и отправили на полигон. Жену туда не впустили, впоследствии он получил ранение, вся правая часть тела у него была в осколках. Потом его прооперировали в Донецке, часть осколков вытащили, это было в октябре 23-го года, а часть осколков осталась в теле. Они в груди двигаются у него, у него отдышка, и все равно его признали годным к службе. А сам хирург при этом сыну сказал, что ты не годен к службе, потому что при первом же ударе у тебя разорвется легкое, рассказывает острая женщина. Она добавляет, что в данный момент сын находится в резерве военной части 416-80, первая славянская бригада как раз. Однако каждый день на место базирования приезжают командиры и отбирают бойцов для штурмов. Рано или поздно очередь дойдет до него. А у меня в Курской области в октябре этого года старший сын уже погиб. Мы только его похоронили, говорит Ольга. Ну, как в каком государстве? Типа, добро пожаловать в Россию, добро пожаловать в русский мир. Как бы это вот так и странно. Слушайте, когда я говорю, что многие люди не понимают некоторые специфики оккупации, я это говорю не потому, что мне так кажется, или не потому, что мне хочется в этом кого-то убедить, а потому, что я довольно много пообщался с самыми разными людьми в этой самой оккупации. Страшную вещь скажу. Меня довольно активно смотрят и в Донецке молодежь. Мне недавно писали. И я даже знаю, что российская пропагандистка Марьяна Наумова, знаете такую? Она пауэрлифтерша, которая очень любила Шварценеггера, но в какой-то момент, значит, решила, что она будет журналисткой. Я помню, на Эхе Москвы еще ее блоги какие-то появлялись. Не могу сказать, что талантливая, не могу сказать, что как-то там прям вот что-то, но она пытается играть в такую вот искреннюю девчонку и рассказывать в интервью, что, знаете, как это? Ну, то есть, чуть признаешь проблемы, чтобы как бы тебе поверили, и там уже можно навалить пропаганду. И вот она мне рассказывает, что на встречах с молодежью она довольно часто приводит меня в пример, как, значит, вот смотрите на Ютубе, вас там обманывают, прекращайте смотреть это все. И вообще нам нужны свои вот такие вот, значит, блогеры, которые тоже будут рассказывать, ну, уже там с нашей точки зрения. Вот. Поэтому я довольно много знаю про то, что где происходит, от непосредственных, так сказать, участников событий. И одна из вещей, которую мало кто понимает, что оккупация, это не просто повесили российский флаг на администрацию, раздали паспорта, ну, и живи себе спокойно, как жил. Нет. Это довольно серьезная история. Я рассказывал в недавнем видео, что в оккупации ты... Ну, это оккупация, то есть вот фильмы про нацистскую Германию. Вспомните? Нет, я не говорю, что там всех загоняют в газовые камеры. Такого не происходит. Ведь вот пока. Но постоянный контроль, постоянно всех пытаются посмотреть, что они делают. Доносят друг на друга. Если в чем-то вообще замечены, могут отправить на подвал, могут избить на улице. Российские солдаты, которые там ездят на силу, всех направо и налево, и ничего с ними за это не происходит. Могут кого-нибудь на месте застрелить. Оккупация, это страшно. Но еще одно неочевидное последствие, что люди, находящиеся в оккупации, пойдут в российскую армию. Сюрприз. Ну, то есть, типа, когда вам раздают российские паспорта, это не только история про то, что вы там получаете, не знаю, пенсию российскую, и то половину своруют. А это еще история про то, что если вы мужчина, например, то, типа, вы становитесь военно обязанным. Вас могут призвать. Вас начинают давить российские менты, чтобы вы подписывали контракт, и так далее. Поэтому вот та вещь, которую, мне кажется, слабо вообще люди понимают, что, скажем так, в будущих военных действиях России, которые, безусловно, будут до тех пор, пока Владимир Путин у власти, то есть могут быть какие-то заморозки, могут быть какая-то пересборка, да, вот, ну, типа, как у России была после начала войны в Украине, там, в 14-м году, там же, ну, настоящая война была. Многие почему-то думают, что там вот были какие-то там, я не знаю, локальные стычки. Это не так. Там были там настоящие боевые действия, настоящие российские военные, настоящая российская техника, просто без опознавательных знаков. Так вот, после перерыва Россия вновь начинает атаки, и кто первый идет в эти атаки? Как раз те, кого оккупировали. И ровно в феврале 22-го года первая мобилизация прошла в Донецке и Луганске, и там выгребли почти всех мужиков, которые были, и просто отправили их как раз на пушечное мясо. Про это огромное количество рассказов. Если кому-то кажется, что с оккупированными ныне Россией территории будет иначе в будущем, то, к сожалению, это не так. Поэтому оккупация – это гигантская проблема, и то, что все пытаются сделать вид, что когда речь идет про территорию, это речь про территорию, а не про людей, это сознательная манипуляция, да, когда начинают рассказывать, ну, ладно, когда это делают российские пропагандисты, я понимаю, но когда это начинают делать, вот там западные издания или, значит, российские издания в изгнании, то, типа, вот там это вопрос стрелочек на карте, да, кому тот или иной кусок решишь, или когда начинают какие-то, вот, значит, кремлевские подпевалы рассказывать, типа, вот, у государств нет границ, все это вымышлено и так далее. Я тоже за единую планету без всякого говна, но, как бы, во время это чудесное, не жить ни тебе, ни мне. И когда они начинают рассказывать, что, вот, там борются за какие-то, значит, мифические территории и все прочее, это не так, борются за людей. Зеленский не хочет бросать людей, потому что люди, находящиеся в оккупации, находятся в перманентной опасности. Поэтому я прошу вас посмотреть видео, если вам эта тема интересна. его плохо посмотрели, потому что я знаю, что эта тема плохо смотрит, но мне просто кажется очень важным об этом говорить, потому что это проблема, которую мало кто осознает, и люди в оккупации думают, что про них все забыли, и про них они брошены, и они в постоянном страхе. Они действительно в постоянном страхе, в постоянной опасности, но вы не забыты. Вы не забыты, и я думаю, что как раз то, что в том числе украинские власти постоянно подчеркивают это и пытаются донести эту тему в том числе до западных партнеров, это тоже довольно важная работа, потому что речь идет про огромное количество людей, по разным подсчетам это примерно 4 миллиона украинцев, которые находятся под российской оккупацией. Вообще, возвращаясь к 1-й славянской бригаде, это совершенно одиозное соединение даже по меркам российской армии. Ранее военные из этой бригады сбежали из нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где их избивали, а к ногам привязывали гири. Мобилизованные же из Иркутской области жалуются, что в 1-й славянской бригаде их используют как расходный материал для штурмов. За жалобы на побои военных военной части 416-18 на несколько дней приковали наручниками к перилам, одного из них послали в штурм. Родные солдат называют эту бригаду Бермудским треугольником из-за большого количества пропавших без вести. И здесь, как бы еще раз подчеркну, ни в коем случае не идите в российскую армию, избегайте этого любой ценой. Есть много профильных организаций, которые могут вам помочь в случае, если вы там уже оказались, например, идите лесом. Большие профессионалы, вообще я преклоняюсь перед ними, они очень много делают. Еще один случай с потерями на уже гражданского населения на как раз оккупированной территории. Как пишет канал «Война глазами журналистов», при ударе по автомобилю электриков в поселке Азеряновка на западе Горловки Донецкой области погибло два сотрудника, один получил ранение. Ну, то есть это украинский дрон убил этих людей. Но ситуация становится понятнее, если посмотреть, как выглядел этот автомобиль. Кто именно в оккупационной администрации выдал электрикам буханку защитного цвета, остается только гадать. Ясно только то, что никакого наказания с российской стороны они не понесут, но я надеюсь, что в будущем понесут, потому что многие вещи, которые делаются, это прям российские власти или оккупационные власти, они просто подставляют людей. Буханка защитного цвета в зоне поражения дронов, это приоритет для уничтожения. Между тем украинских мирных жителей, остающихся на территории контролируемой Украины, продолжают убивать и колечить. Похоже, совершенно целенаправленно. Харьков продолжает кошмарить авиабомбами, пишет глава ОВА Алексей Негубов. Враг в 3.30 ночи коварно ударил по миллионному городу. Салтовки попадание в многоэтажку. Спасатели продолжают разбирать завалы. 25 раненых, 5 из них госпитализированы в медицинские учреждения. Состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них четверо детей. Частично разрушен подъезд дома с 1 по 3 этаж. Повреждены жилые дома рядом. 5 автомобилей и выход станции метро. В Запорожье завершили авиаритетно-спасательные работы после удара, нанесенного накануне, информирует МВД Украины. В результате окончательные цифры погибших 10 человек, из них один ребенок. Пострадавших 41, из них четверо детей. В городе объявлен день траура. Это настоящая чудовищная трагедия, которая случилась не сама по себе, а является российской атакой и российской тактикой террора украинского населения. Помимо пополнения, в России также ищут средства на СВО всеми правдами и неправдами. Учителей и воспитателей Иркутской области предупредили о сокращении стимулирующих выплат, аргументировав этой нехваткой средств на выплаты военным. Об этом пишет издание Люди Байкала. Работники сферы образования и культуры области массово жалуются на сокращение премии в чате губернатора региона. В разговоре с изданием они заявили, что начальство сообщило им обо всем в устной форме. Сказали, что денег на СВО не хватает, подушек безопасности уже нет, все они истрачены, так как нечем платить людям, кто воюет, решили вот эти деньги немало и забрать, рассказала собеседница издания. По ее словам, в регионе разделили стимулирующие выплаты педагогам на три последних месяца года. Работники получили выплаты за два месяца, а за третью выплату забрали на нужды армии. Издание пишет, что накануне выборов Путин поручил повысить зарплату педагогам, ее ежемесячно прибавляли за счет стимулирующих выплат, но спустя полгода после выборов такие выплаты были прекращены. При этом деньги на закупку западных комплектующих для российской техники найти удается. Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины добрались до уникального БПЛА-С-70 «Охотник», сбитого своими же при попытке дезертировать в сторону украинских позиций. Уникального, потому что, напомню, их произвели всего четыре единицы. Для создания этого оружия государство-агрессор, несмотря на санкции, использовало компоненты, изготовленные западными компаниями. В частности, в российском «Охотнике» обнаружены микроэлектроника и другие технологические составляющие производства компаний «Аналог Девайсис», «Тексис Инструментс» и «Ксилингс АМД», все это из США, «Инфинион Технологи» из Германии, «СТ Микроэлектроник» в Швейцарии. В государство-агрессора России находилось четыре прототипа БПЛА-С-70. Стоимость такого российского «Охотника» составляет около 15 миллионов долларов. БПЛА-С-70 является, среди прочего, носителем авиационных бомб ОМПБ-Д-30, которые россияне сбрасывают для разрушения гражданской инфраструктуры Украины, пишут они. Ну да, «Охотники» были все воспроизведены до полномасштабного вторжения, добавляют в себя, но это все равно важно, поскольку демонстрируют, как западные компании, можно сказать, готовили российскую армию к войне против Украины. Более того, опытно-конструкторское бюро «Сухого», разработчик «Охотника», попало под санкции США только в феврале 2024 года, хотя до этого самолеты «Сухого» бомбили мирных жителей и Сирии, и Украины уже без малого 10 лет. При этом в нашем дне партнеры ведут себя не лучше, отношение Украины и Великобритании ухудшилось после прихода к власти лейбористского правительства под руководством Кира Страмера в июле 2024 года, сообщает «Гардиан». Разочарование Киева связано с тем, что Британия не предоставила дополнительные дальнобойные ракеты «Штормшедо», как это было при Ирише Сунаке. Зеленский поднимал этот вопрос на встрече со Страмером, Страмером, извините, 7 ноября, но прогресса не достиг, написано в статье. По словам украинских источников, ракетный вопрос также является причиной, по которой Страмер пока не посетил Украину. При этом дело даже не в том, что британцы такие жадные, что не хотят давать больше ракет, на самом деле все еще хуже. Как отмечали аналитики, ни правительство Сунака, ни правительство Страмера не стало возобновлять производство «Штормшедо», и это несмотря на то, что Украина их успешно применяет уже больше года, и рано или поздно они должны были закончиться. Не знаю, что тут можно сказать, по крайней мере, цензуру. Ну и напоследок немного про новую элиту России. Двое представителей, знакомые нам всем новой элиты, на сей раз получили по заслугам за убийство мирных жителей на оккупированной территории Донецкой области. Южный окружной военный суд в Ростове-Нудоно приговорил военных 28-летнего Станислава Рау и 21-летнего Антона Сопова к пожизненным срокам за массовое убийство в оккупированной Волновахе, так называемой ДНР. Совершенное ими в октябре 23-го года. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В октябре 23-го, напомню, соседи застреленных Волновах и мирных жителей рассказали остре подробности того массового убийства. По их словам, российские военные расстреляли семью Капканец в их доме ночью с 27-го на 28-го октября, когда жертвы спали. Среди убитых двое маленьких детей – Настя и Никита. Их отец, и мама Наталья, а также их гости. Всего той ночью были убиты члены трех семей, суммарно 9 человек. Что именно привело к расправе достоверно неизвестно. Сообщалось, что убийство было связано с попыткой военных достать водку. Убийство совершил военнослужащий ВСРФ. С мужем Наташи он что-то не поделил. Сразу приехала верхушка, они начали пытаться скрыть все. Соседям сказали молчать, рассказала осенью 23-го года Астре знакомый семье Капканец. Раул Исобова суд признал виновными в незаконном проникновении в жилище, убийстве общеопасным способом более двух лиц, в том числе малолетних, по мотивам ненависти. Им дали пожизненные сроки. Коммерсант со ссылкой на источник пишет, что подсудимые не признали вину и будут обжаловать приговор. Но не будем забывать, что их и просто могут снова отправить на войну. Режим наказания без наказания для военных, совершающих преступления, уже прочно закрепился в российской реальности. И еще раз подчеркиваю, все это произошло на оккупированной территории. Поэтому, пожалуйста, давайте не забывать про то, что огромное количество людей находится буквально под фашистской оккупацией России. И их жизни каждый день угрожает опасность. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok